здравствуйте дорогие рукодельницы меня зовут елена и я рада вас приветствовать на своем канале не рукоделий творчество вязание пряжи досмотрите пожалуйста видео до конца я здесь вам покажу свои проекты работы которые находятся на стадии создания а также готовые работы надеюсь вам будет интересно также я приношу свое извинение за плохое качество звука и может быть плохое качество видео изображения но скоро я ко мне поступит камера и надеюсь качество звука и картинки будет удовлетворительным и вам понравится сейчас я хочу вам показать работу которую я закончила работа была мной связана в ноябре связалась туника довольно таки быстро вязала я ее на размер 48 50 российский это 42 европейский 42 44 европейские так как у меня были остатки пряжи я связала такую авторскую модель из остатков пряжи показывать и рассказывать я буду уже в процессе этого видео смотрите все видео от начала и до конца также вам покажу и расскажу так как у меня связалась туника и еще одна модель в процессе создания на которое буду продолжать снимать серию видео видео мастер-классов на моем канале канале которые все мастер-классы будут размещены в отдельном плейлисте это такая цветочная кофточка связана она крючком и спицами подробнее расскажу уже в процессе видео и вяжем мы с вами на канале кардиган все вот эти работы я связала и вязала в ноябре также расскажу в процессе видео о своих планах на ноябрь и декабрь оставайтесь на канале и смотрите видео до конца надеюсь она вам понравится вам еще представить к вашему вниманию еще одну связанную модель это авторская работа я еще на нее не делала мастер-класс ее нет описания на нее в интернете так как я ее придумала сама идея не вдохновила когда я делаю нейтрализацию своих остатков пряжи я обнаружила что у меня есть пряжа от торговой марки пехорка рукодельная и пряжа я это в остатках по два-три моточка и пришла мне такая идея скомбинировать цвета между собой и связать тунику с длинным рукавом вязала тунику я сверху вниз пряжа у меня была использована для вязания 4 цвета и я их скомбинировала между собой уже как мне подсказала моя фантазия какие цвета я использовал 79 календула 440 7 горчица так 342 светлый горох и 33 золотая олива золотистая олива метраж у пряжи сто семьдесят пять метров в пятидесяти граммах это стопроцентный пан стопроцентный акрил крючок для вязания производитель рекомендует два с половиной три я вязала крючком номер два с половиной который я приобрела недавно заказала его и он не очень понравился у него мягкая ручка так как я держу крючок сверху вниз как вилка она для меня очень удобно у меня рука не устает такой новый крючок у меня появился любимчиков по расходу пряжи я вам сниму отдельный мастер-класс когда сделаю обзор на тунику если вам понравилась эта модель напишите мне пожалуйста в комментариях под этим видео и я вам обязательно покажу каким образом вяжется узор и весь процесс вязания от начала и до конца на мини версии на мини модели то есть все мои расчеты и всю технику выполнения и вязание рукавов в том числе также здесь использовала было мною два вида узоры 4 расцветки пряжи каким образом выглядит данная модель я вам потом сниму мастер-класс и покажу вам на манекене каким образом это она смотрится не осталось обработать вырез горловины и уже когда мне придет заказ с новой камеры я вам сниму все вот эти мастер-классы по готовым работам и так же продолжим с вами вязать кардиган цветочную кофточку и будет новый проект на моем канале о котором на новом проекте я уже расскажу вам немножко позже так пряжу я уже заказала и как только пряжа поступит я вам обязательно покажу что мы будем с вами вязать вместе новый проект будет уже стартует в декабре в январе мы будем с вами вязать подписывайтесь на канал включайте колокольчик чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов а также полезные и интересные надеюсь для вас информации также в декабре будет серии цикл новых мастер-классов будем с вами вязать узоры крючком найти модели которые я нашла на просторах интернета надеюсь на моем канале вам будет интересно и вам понравится как я показываю объясняю каким образом вяжутся узоры и готовые вещи спасибо всем за внимание к моему творчеству желаю вам счастья здоровьем везения и удачи всего доброго с вами была елена всем пока пока до новых встреч сейчас я хочу показать вам тунику которую я вязала из пряжи янарт flowers из этой пряжи я вижу впервые она мне очень понравилось и я заказала себе еще два цвета этой пряжи будем вязать в декабре в январе новый проект как только мне поступит пряжа со склада я вам обязательно ее покажу и также покажу образец изделия проекта чтобы вы у вас была возможность подготовить и прикупить заказать пряжу и будем связывать вязать вязать ее вместе на канале будем вязать от начала и до конца я вам буду показывать всю технологию вязания нового проекта также если вам понравилась данная модель туники а это авторская модель на нее нет ни описания ни узора вязала я ее как не пришла идея и вот таким образом она выглядит осталось мне обработать вырез горловины и швы боковые здесь у меня просто выполнена наметка для того чтобы сделать примерку готового готовой работы туники и я хочу вам показать мастер-класс на канале каким образом я буду обрабатывать швы это линия плеча и рукава также будем обрабатывать вместе с вами покажу у мастер-класс как обработать соединить детали между собой боковые части туники и в области подмышленной подмышечной впадины надеюсь техника соединения вам понравится и вы будете ее применять уже при вязании других работ как каким образом соединить детали я подготовлю в декабре полный мастер-класс расскажу и покажу каким образом я буду связывать детали между собой также если вам понравилась модель напишите мне в комментариях под этим видео я для вас сниму видео мастер-класс по вязанию обзора ма узора и расскажу и покажу каким образом я выполняла расширение в области груди и перед переходила плавненько на рукава то есть у меня здесь идет небольшое расширение небольшой клин эта модель напоминает летучую мышь но так как у меня всего лишь было два матка пряжи и мне его ходить и хватило впритык что даже не осталось мне пряжи для того чтобы обработать вырез горловины но у меня есть похожие по цвету пряжа с другим составом уже и другого производителя я хочу сделать декоративную обвязку выреза горловины и может быть сделала обвязку по линии не за рук рукавов здесь у меня также сделано так как это туника она длинная сделала расширение в области бедер не пряжи мне очень понравилось у нее состав 55 процентов хлопок 45 процентов полиакрил метраж 250 граммов 1000 метров страна производства турции и цвет пряжи номер 251 крючок я использовала здесь производитель рекомендует два с половиной миллиметра 3 миллиметра спицы два с половиной миллиметра а крючок номер три я связала я вязала образец крючком 3 миллиметра но мне показалось что очень рыхло получается и так как не люблю рыхлые вещи то есть я люблю чтобы пол одно было плотное и в процессе стирки но не вытягивалась я вяжу всегда крючком на размер напор размера меньше для вязания я использовал крючок два с половиной миллиметров это кловер это новый крючок страна производства япония кловер амур мне он очень понравился так как у него очень мягкая ручка из рези резиновая видите даже гнется раньше я вязала всегда крючком номер два тоже кловер у меня всего лишь был один сейчас вот у меня еще появился размер два с половиной кловер амур они мне понравились так как я руку держу поверх крючка как вы как все вяжут держит вилку и поступил мне заказ крючков кловер я обожаю вязать крючком это мне даже больше увлекает и нравится чем спицами процесс вязания крючком просто затягивает и хочется все вязать и вязать и вязать вот мне пришли крючки разных размеров это soft touch они отличаются то есть это очень плоский крючок он тоже очень удобно вязать и вот сейчас я решил попробовать еще кловер амур и вот такие вот разные номера я приобрела так как очень люблю вязать крючком надеюсь мои подписчицы которые меня на канале тоже разделят со мной такую любовь к вязанию крючком так как все в основном мастер-классы я демонстрирую показываю по вязанию изделий и узоров именно крючком ну конечно будут сняты мастер-классы и будем вязать с вами спицами потому что вот есть одна модель которая она комбинирована техника вязание это спицы и крючок подписывайтесь на канал ставьте колокольчик чтобы не пропустить выход новой серии мастер-классов ссылки на крючки вы можете увидеть в описании под видео в инфобоксе проходить то есть если вам необходимы такие же крючки то вы можете пройти по ссылкам и посмотреть а также если вам понравилась данная модель пишите мне в комментариях я сделаю вам обзор данной туники покажу каким образом она выглядит на манекене эту тунику я уже постирала стираем все вязаные вещи я стира стиральной машине вот потом планирую ее отпарить и уже вам сделаю демонстрацию каким образом она будет смотреться на манекене и если вам понравилась данная авторская работа напишите мне свое мнение мне будет очень приятно и я для вас сниму мастер-класс и покажу как вяжется узор и также всю технику вязания данные авторской работы может быть кого-то заинтересует цвет пряжи так как это пряжа не совсем конечно новинка она уже давно продается по всему миру вот данный цвет у туники 251 такие вот переходы идет от цветом стальной то есть назвать его цвет мокрого асфальта также добавлена ниточка белого цвета получается здесь бело-серый цвет потом переходит он в серый светло-серый в бежевый здесь белого цвета такового нет и далее уже идет присоединяется ниточка нежно-голубого цвета бирюзовый и переходит плавненько этот цвет в бирюзу камера конечно не совсем правильно передает этот цвет она вам показывает как что этот цвет голубой на самом деле он такой вот темно-бирюзовый красивый цвет расцветка у пряжи довольно таки симпатичная еще заказала еще два цвета так как не пряжа очень понравилось и будем с вязать опять же работы новые новые проекты которые я сделаю мастер-классы на канале оставайтесь до конца смотрите видео до конца дальше я вам покажу еще три модели которые я связала и вижу и буду вязать в декабре и я сделал мастер-класс по вязанию этих моделей еще три модели продолжаем смотреть видео перейти к следующему дня вяжется кофточка здесь из будет использована два вида пряжи и 2 техники вязания я вяжу основное полотно спицами на тросики пряжи для вязания основного основного полотна у меня на к эре и брил состав у пряжи 10 процентов альпака и 10 процентов шерсть 80 процентов акрил цвет пряжи 86 399 метраж 500 метров 100 граммах у меня был остаток этой пряжи всего лишь два матка и нашла я на просторах интернета интересную модель и решила связать для себя вот такую кофточку на данном этапе у меня связанном до линии проймы основное полотно переда и спинки и связала я рукав осталось мне отпарить и связать уже следующие то есть следующие мотивы для того чтобы сформировать рукав по линии плеча таким образом выглядит полотно из цветочных мотивов до отпаривания в мастер-классе я вслед на который выйдет на моем канале я вам покажу как вяжется каждый мотив каким образом соединяются эти мотивы между собой и также покажу вам каким образом будет выглядеть мотив после отпаривания связала я два рукава и остановилась остановила вязание для того чтобы показать вам мастер-класс по вязанию данной модели кофточки будет цикл мастер-классов по вязанию данной модели от начала и до конца пряжу для вязания рукава я выбрала ализе дива батик 350 метров 100 граммах метраж у пряжи номер 3241 100 процентов микрофибра акрил крючок для вязания тоже я брала на разные номера и потом уже в следующих мастер-классов все вам покажу и расскажу какой крючок каким образом вязать мотив каким образом соединяются эти мотивы между собой и каким образом мы будем присоединять рукав к основе кофты вот такая пряжа они обе пряжи разные по составу метражу и использована для вязания кофты две техники вязания спицами и крючком очень увлекательный процесс как вяжется узор основного полотна у меня есть видео мастер-класс на моем канале и также создан отдельный плейлист где каждый мастер-класс я буду размещать в определенном разделе в определенном плейлисте для того чтобы вам было удобно находить все мастер-классы чтобы они у меня хранились на канале в одном месте для удобства подписчиков также вязала я пробный мотивчик цветочный вот таким образом он выглядит после отпаривания потом немножко я изменила и вот в готовом виде до отпаривания выглядит вот так если сравнить пряжу для вязания кардигана я выбрала торговая марка вита название пряжи бриллиант странного производства германия по германской технологии вот пряжу произвели в кнр крючок я брала для вязания 2 хотя производитель рекомендует крючок номер два с половиной ну так как я хотел уменьшить ажурность узора я взяла крючок немножко поменьше чтобы у меня был теплый кардиган и не очень ажурный цвет пряжи номер 49 82 состав 45 процентов шерсть ластер и 55 процентов акрил 100 грамм 380 метров какое количество пряжи у меня уйдет на изделие уже в готовом виде я взвешу кардиган и напишу вам расход пряжи но я купила 15 мотков данной пряжи конечно у меня останется я пряжу заказываю упаковками для того чтобы у меня пусть лучше останется пряжа чем не и и не хватит и мне потом будет сложно докупить недостающее количество пряжи и кабре мы продолжим с вами вязать кардиган мастер-класс серия мастер-классов есть у меня на канале сейчас у меня связано два рукава я выполнила закругление для окатары как рукава сделала наметку плечевого шва приметала рукав связала проймы на спинке и спин и полочки переда выполнила закругление горловины на спинке и полочки переда каким образом я это все сделал я вам сниму подробный и понятный мастер-класс чтобы вы связали такой же кардиган вместе со мной и я вам уже в следующих видео мастер-классах покажу каким образом связать пройму рукава рукав у меня здесь идет в точной закруглить выполнить закругление горловины на полочке переда и спинки а также вам покажу каким образом связать рукав вяжу я на размер 48 50 российский вот такой кардиган мы будем с вами вязать на канале в декабре продолжу снимать серию мастер-классов по вязанию кардиганом вязала я кардиган крючком номер два кловер мастер-классов трон Продолжение следует...